МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 5,5 тысяч человек и 37 пунктов сдачи в этом году единый госэкзамен проведут только для тех, кто планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях. Для остальных выпускников обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике собираются отменить. Как в этом году пройдет госэкзамен в Чувашии, мы и поговорим сегодня. В гостях программы «Правительственная связь» министра образования и молодежной политики Чувашской республики Сергей Яковлев. Сергей Петрович, здравствуйте. Добрый день. В этом году, наверное, единый госэкзамен станет самым необычным за все время. Как будет проходить и какие-то коррективы внесла ли пандемия в сдачу экзамена? На самом деле общий формат ЕГЭ сохранился в той же самой классической форме. Но пандемия, конечно, внесла свои изменения. Есть определенные инновации, более ужесточенные требования, и мы их будем соблюдать. Как вообще планируется провести ЕГЭ в этом году? Когда начнут сдавать школьники? Когда закончат? Ну, исходя из того расписания, которое у нас сегодня уже утверждено Минпросом России, первый экзамен у нас начинается 3 июля, завершаются они 23 июля. Но, кроме того, отмечу, что 29 и 30 июня у нас пройдут так называемые пробные экзамены. Но эти экзамены будут они не для детей, не для наших школьников, больше для взрослых. То есть для тех специалистов, которые обслуживают наши экзамены, наши пункты приема экзаменов. Вот как раз таки, как вы думаете, для чего нужны такие экзамены? Пробные такие экзамены? Ну, для того, чтобы проверить готовность нашего оборудования, тех же самых специалистов, организаторов. Много ли вообще каких-то недочетов находят во время таких экзаменов, чтобы было время устранить их к сдаче уже нормального ЕГЭ? Ну, я думаю, что за последние годы наши сотрудники все-таки набили уже руку, и замечаний все меньше и меньше, хотя тоже находим. Хотелось бы поговорить об организационных вопросах. Вообще, как будут запускать школьников, какая будет эта система? Ну, во-первых, я отмечу, что у нас в этом году 5774 школьника будут сдавать ЕГЭ. Для них мы организовали 37 пунктов приема экзамена, подготовлено 532 аудитории. И отмечу, что все эти аудитории в том же числе, что и в прошлом году. То есть мы не увеличиваем количество нашего аудиторного фонда. Что касается технологии проведения и организационных моментов, то отмечу, что, во-первых, ребята будут сидеть не более чем 9 человек в аудитории, в зигзагообразном порядке, на расстоянии полутора метров друг от друга. Сам вход в школу будет происходить через 2-3 входа. Мы попытаемся обеспечить максимально те условия, когда ребята будут разрознены друг от друга. А будут ли как-то дезинфицироваться помещения перед приходом школьников? Да, конечно же. До проведения экзаменов и сразу после проведения экзаменов будут обязательно проводиться дезинфекционные мероприятия. Вообще будут ли выдавать маски и перчатки? Нужны ли они? Как вообще вы тут работаете? Согласно требованиям Роспотребнадзора, маски и перчатки прежде всего обязательно для сотрудников школы, которые будут участвовать в проведении экзаменов. Для школьников они не обязательно, но если родители и сами школьники настаивают на их использовании, конечно, это не возбраняется. То есть вот как раз многие родители, я когда искала информацию, когда ознакомилась с темой, нашла то, что многие родители волнуются, что если их ребенок будет сидеть в маске, в жарком помещении, что это как-то помешает ему сосредоточиться, и будет сложно скоординироваться и правильно ответить на все вопросы. А тут, если можно не надевать, это, наверное, плюс очередной. Ну, наше помещение будет оборудовано специальным приборами, которые дезинфицируют воздух. Я думаю, что это поможет ребятам. Перчатки тоже, то есть можно не надевать, да? Можно не надевать, но если все-таки те ребята, которые решат одеть маски, перчатки, если будут какие-то определенные трудности с ними и есть желание их поменять в процессе экзамена, то наши сотрудники предоставят сменные перчатки и маску. А, то есть будут на базах сменные блоки для того, чтобы школьники смогли воспользоваться, да? Планируется ли вообще на местах дежурство врачей, если там вдруг кому-нибудь станет плохо? Да, во-первых, у нас традиционно врачи всегда присутствуют на пунктах приема экзаменов. В этом году, согласно требованию Роспотребнадзора, также будут присутствовать сотрудники медучреждения. А вот не увеличилось ли количество сотрудников медучреждения, ну, из-за пандемии? Нет, у нас два сотрудника определены в каждый пункт приема экзамена. Ну, в принципе, если у нас сократилось количество школьников, которые сдают экзамены, все равно их стало, как скажем так, на площадь меньше стало школьников, чем было раньше, то, в принципе, наверное, справятся и с таким количеством. Ну, и надеюсь, все будет хорошо, так что не понадобится. Уже на входе в школу сотрудник медучреждения будет встречать с прибором бесконтактной термометрии и будет проверять наших школьников на отсутствие температуры. Будут ли вообще участники ЕГЭ и учителя, и школьники, перед тем, как сдавать экзамен, будут ли они сдавать тесты на ковид? Обязательных требований к ученикам нет. Что касается организаторов, то же самое. Организаторы и участники данного ЕГЭ сдавать не обязаны анализы. Каждый год можно было школьникам приносить шоколадки, воду с собой, ну, вот, чтобы как-то помочь себе сконцентрироваться и вообще отвлечься, и, может быть, там попить, когда захочется. Можно ли в этом году? Конечно же, и в этом же году условия остались те же самые. Ребята, если захотят воспользоваться сладким или просто попить водички, конечно же, они могут с собой взять. Ну, просто от себя лично рекомендую не пользоваться газированными напитками, потому что они еще больше жажды вызывают. Ну, и шоколад, конечно же, тает в наших условиях. Нужно быть осторожными. Если у ребенка не получится сдать ЕГЭ вот сейчас, в июле, то будет ли возможность пересдать, как это обычно бывает там в конце лета? Да, в августе у нас есть соответствующие дни, которые определены для пересдачи. То есть тоже уже известны дни, если что, можно будет пересдать. Еще одна тема, которая будоражит родителей, на этот раз девятиклассников, это сдача ОГЭ. В этом году его отменили. А как вообще будут поступать школьники в 10-11 классы? Действительно, с учетом того, что наш учебный процесс прошел немножко не в стандартной, традиционной форме, на завершающем этапе, решение Министерства просвещения Российской Федерации, было принято решение об отмене ОГЭ. И здесь ребята будут поступать уже либо в 10-й класс, либо в техникумы, в колледже нашей республики, уже на основании конкурса аттестатов. Какие-то они будут сдавать дополнительные экзамены уже в обычном формате, да? Да, совершенно верно. В этом году вообще как планируется проводить выпускной бал? В каком он формате вообще будет проходить? Просто вот последние звонки были онлайн-последние звонки. Есть ли смысл проводить онлайн-выпускные? Или все-таки можно будет уже собраться школьникам? В настоящее время Чувашская Республика, к сожалению, еще не перешла к снятию ограничений. В этой связи мы приняли решение, что наши выпускники присоединяются к федеральному проекту выпускной бал, и вместе с ребятами по всей стране будут проводить выпускной бал в онлайн-формате. То есть тоже онлайн-формате? Как это будет проходить в онлайн-формате? Там наверняка будут просто какие-то поздравления от родителей, наверное, да? Будут артисты, будут включения, будут аллы паруса включаться. То есть вот это все будет выдержано, конечно. Наверное, грустно, наверное, школьникам, что вот они не смогут так отметить и придется им. Ну, я думаю, что будет возможность. Мы все-таки переживем эту пандемию, и ребята встретятся. Про ЕГЭ поговорили, про выпускной поговорили. Как в этом году организован лагерь? Как можно отдохнуть детям? Можно ли уже заехать в лагеря и, ну, не только в онлайн-формате, а уже вживую пообщаться? Какие там условия санитарные созданы для школьников? В настоящее время республика активно готовится к открытию летней здравительной кампании. Мы готовы открыть с 1 июля 13 лагерей. В настоящее время реализуем все требования, которые нам предъявляет Роспотребнадзор в части обеспечения наших детей безопасности в связи с пандемией. Но в то же самое время ждем решения оперативного штаба о возможности открытия данной кампании. Наверное, уже много желающих. Многие, наверное, хотят съездить и отдохнуть. Ну, звонки поступают, действительно. Но я думаю, что все-таки ребят будет немножко меньше в этом году. Но мы готовы их принять. А планируется ли сокращение вот внутри отрядов как раз? Да, чтобы был, например, ну не 25 человек, а там, грубо говоря, 10-15. Да, конечно. Одно из нововведений – это то, что, согласно требованию Роспотребнадзора, проектная мощность лагерей должна сократиться наполовину. То есть до 50% детей мы готовы принять в один лагерь. Сокращается ли время смены? То есть три недели всегда был 21 день. Смена сохраняется в том же объеме – это 21 день. А вот сейчас идут онлайн-лагеря. Какой вообще отклик? Есть ли вообще отклик от родителей, от детей? Нравится, не нравится, как проходит? Ну, это, конечно же, не та классическая форма отдыха летнего. Ребята, конечно, стремятся к общению. Но в то же самое время онлайн-лагерь – тоже интересный формат. Ребята не бездельничают, ребята получают новые знания, активно общаются через интернет. Ну, как минимум, необычный формат. Такого еще, конечно, не было. Это уже, наверное, интересно хотя бы. Сергей Петрович, 1 сентября еще, конечно, не скоро, но уже хотелось бы поговорить, в каком формате будут учиться школьники. Дистанционный формат, либо обычный. К какому готовитесь? Ну, на самом деле, 1 сентября не так далеко, не за горами, как говорится. Министерство образования Чуважской республики и наши школы готовятся активно уже к 1 сентября, к новому учебному году. Конечно же, хотелось бы, чтобы ребята вернулись к традиционной форме. Те дистанционные технологии, которые мы применяли, это краткосрочная, скажем так, мера, которая нам понадобилась в этом промежутке нашего времени. Но в то же самое время ребята готовы и желают активно общаться, учиться в классическом формате. И я уверен, что 1 сентября мы к этому вернемся. А есть ли возможность совмещать классический формат и дистанционный формат? Потому что, в принципе, неплохо дистанционно получается у нас учиться. Ну, конечно. Я считаю, что все-таки информационные, дистанционные технологии нам позволили получить новые знания, научиться общаться по-новому. И в новых уже реалиях с 1 сентября мы попытаемся все-таки комбинировать и использовать чуть больше дистанционной технологии. Но еще раз повторюсь, от классической традиционной школы мы не отказываемся. А если вот через какое-то время есть ли вариант вообще перехода на дистанционный уровень? Может быть, не в этом году, а вот когда-нибудь, через 5 лет. Вообще возможен такой формат или все-таки традиционный лучше? Я думаю, что традиционная школа, традиционный формат – это самый лучший формат. Мы будем сохраняться в этом формате. Спасибо большое за беседу. А я напоминаю, у нас в эфире программа «По существу» мы общались с министром образования и молодежной политики Чувашской республики Сергеем Яковлевым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова